Сегодня за полчаса дошли. Седой гребень. Во время грозы говорят на нем лучше не находиться. Медленно, но верно. Даже вибрам тут разваливается. Это наш лагерь. А что у нас на обед? Вон супчик, вон с головой не мурят. Музыка Утро было посвящено сушке вещей, любованию окружающими красотами и приему здоровья. Для тех, кто запасся мегафоновскими симками. Да, давай. Тебе тоже удачи. Спасибо, что позвонил. Рассказал, вернее. Давай, удачи в горах. Ага, пока. Звонил Саше, не устроив. Третий раз ходил на Ленина и в очередной раз не получилось. Ну ничего, не теряет надежды. У меня что-то тоже плохо сохло. У всех плохо сохло. Генератор в лагере включают утром на 1-2 часа, чтобы накачать питьевой воды в баке и вечером до 11 и позже на темное время суток. С моего последнего посещения в 2012 году лагерь преобразился, появилась баня и три новых домика. Время 10.02. Смотрим, кто собрался. То есть, видимо, люди думают, что если, говорят, выходить в 9-10, то в 10 надо только собираться. Выходить раздетым из дома. Самый пунктуальный человек. 10.03. Хорошая идея попить чай, пока все собираются. Потому что раньше, чем через полчаса они уедут. Я тоже уже допил одну кружечку, думаю, вторую еще у тебя выпить. Вот у нас только пунктуальные люди около стола собрались. Даже гид и то не готов. Еще раздетый, даже не одевался. Так он так и пойдет, наверное. Ждать вас. Спасибо. Хорошо, когда тебя кто-то ждет внизу? Знаете, есть анекдот такой. Хорошо капитану уходит в рейс, его девушка на причале провожает. Хорошо водителю поезда. Уезжает, его девушка на перроне провожает. Только девушке тяжело, то на причал, то на перрон. Юля подумала, это не про меня. 10.25. Пошли. Пока-пока. Ань. Пока. 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 Ну вот, начался второй день. Погода радует. Нас осталось на два человека меньше. В лагере остались Аня и ее брат. До немецкого аэродрома дошли за тридцать минут. сегодня за полчаса дошли 38 минут буквально еще минут 10 привал как бы можно было и до седова дойти без привала сергей нас отпустили но пошли самые правильные трекинговые палки серый чак норрис настолько брутален что в гору ходит черенками облачко закроется сразу прохладно вот это называется седой гребень во время грозы говорят на нем лучше не находиться самое высокое место и молния бьет сюда где повыше поднялись на седой гребень все это заняло 5 часа и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Давай Еще у Сереги предложение есть по вчерашней Германовской дороге Ты ее знаешь, нет? Зря оделись, солнышко выглядывает Добрый день Добрый день Добрый день Ну как, ведется? Медленно, но верно Вчера Виктор повел вон туда, на гору Я думаю, на хрена А нужно вот эти туры видишь и прямо эту штуку пересекать И когда упираешься в тот гребень И тогда направо идет тропа А он нас вообще в гору повел Я вообще удивился Тут и Хрен знает Небезопасно какой-нибудь камень Ну что, пошли? Веешь? Кто-то подошву оставил на этих камнях Вибрам Не вынесла душа поэта Даже вибрам тут разваливается Тут вчера по-скользким было, прикольно На обратном пути Перед подъемом в штурмовой лагерь Приходится около полукилометра прыгать по камням И хорошо, если они успели высохнуть И хорошо, если есть видимость Вот Где мужик Туда, тропа ведет Там уже лагерь Вот он, верхний лагерь 14.02 В 10.25 вышли 14.02 Это что? 4 часа шли А, нет 3 часа 30 минут Привет Вы уже здесь? Вы уже назад? Хотели сказать А вы уже здесь? Здравствуйте Добрый день В теню хату, да? Да Вчера было не так круто Все чисто подметено Ладно, я пошел Разведывать палатку Хорошо Так приду По моей просьбе В штурмовом лагере Мне также выделили палатку Люблю поспать На свежем воздухе Хотя есть в этом и свои минусы Но все это мы еще увидим Крутенько Трешка Трешка Ну вот здесь я буду жить Это наш лагерь Все остальные живут в домиках Вот заканчивается марена Вот вагончики МЧС Вот там справа набирают воду А вот восхождение Вот маршрут Слева восточная вершина Справа западная Через час Стали подтягиваться Другие участники Прибыли Насколько позже? На час? На час Ну вы молодцы Так понеслись Сразу из виду пропали О, Кать Ты намного лучше выглядишь Вчера Вчера ты была просто серой Когда взошла Лучше выгляжи, да? Лучше, да У тебя хоть краски есть Подножье, понимаешь Это лунной долины Лунной поляны Это я уже не мог Кто-то вправо взять Герман сравнил две тропы Правую, по которой он ходил вчера И левую Ну и что, какая тропа-то легче Это или та? Не, ну это вообще Это детская тропа По сравнению с той А почему? Куда взяли? Блин, ну что мы не пошли На реке А я вот не знаю, что не пошли А там что? Да там просто ты прыгаешь С одного ко мне на другой И все И я тоже Ты все слышу Где? Вот на той тропе? Ну да, да Ну на круче просто Там камни побольше То есть там вот тропа Тропа приблизительно Как вот здесь Вот где ты Конец? Там нет такой вот Отцепи Как вот здесь Вот идешь Тропинка такая Там не натопнула Там не надо Но там негде Надо топтать Там камни сплошные Гора и ее клиенты Дают работу многим Ребята, трудящиеся портерами Вполне довольны И жизнерадостны Да И вовнутрь И вот получается Здесь камень И вот тут Я такой И нифига А в смысле Это здесь что ли? На каменном поляне Это вот всего так вот получать Запахам фотик ничего не передает Да Скоро будет Нет, че Послужи Вот это восточная вершина На нее видно тропу И на нее я ходил Пять лет назад А вот это западная Удастся ли на нее сходить В этот раз Посмотрим Повезло Тем, кто восходит сегодня Такая погодка Подъем на западную вершину с севера Объективно сложнее Чем на восточную Приходится Траверсировать склон На высоте Выше 5000 метров Пройти перемычку И выйти на маршрут Идущий с юга Обычно это на 2-3 часа Длиннее Чем подъем на восточную Но хочется попробовать Что-то новое И я надеюсь Что все получится А что у нас на обед Банный десант А после обеда Мы идем купаться Да-да Вы не ослышались Купаться Вот это что ли Бассейн Ну типа на теплее На сколько градусов Я хочу верить Что оно много Я хочу верить Купался на Эльбрусе С видом на Эльбрус Горячие ванны Скажем так Температура Обычная горная речь С головой не ныряй Согрел для нас водичку Видишь Согрел и замутил А ты говоришь Купаться Купаться Вишь как ее Солнце нам радуется Нифига себе Даже солнце Облака разогнал Вот так Ну видишь Небо за нас Ребята У нас будет погода Не зря Мы тут искупались Да Слушай ведь Ну тебе отдельный Респект за Купили Мне почему-то Купаться не хотелось И пришлось Объясняться Перед искупавшимися Вот Жена работает В больнице Вот она говорит Бомжей привезут Они грязные Не мытые годами Их помоют Они сразу Умирают Это просто человек Он привык Не мыться Вот в Тибете Ты знаешь Что люди Два раза В жизни Моют Когда родились И когда умерли Это вам тут Сейчас на Эльбрусе Каждый день Баню подавать Остаток светлого времени Суток Мы посвятили Прогулкам по окрестностям Фотографированию Красот И рассказом Кто и почему Не сходил на гору И как нам готовиться Чтобы сходить Вот Саня со своим клиентом Дошел до Нижних Кленца За пять с половиной часов Офигеть И все что И вторые дошли Чуть выше До средних Кленца И тоже Ну Витрюган Дикий Витрюган Развернулись Пошли И вот тот который второй Хочет сегодня еще раз попробовать То есть нам надо готовиться Серьезно Нет готовиться надо к войне Как бы так То есть на пуховик Ветрозащита обязательно Да Ну Саня говорит Что сегодня не ходили Что ваши пуховики Что вас сквозь молнии задувало Комфортный быт И хороший отдых Важные слагаемые Успешного восхождения Ну что кто дурак Пока Пока я дважды На горе везет дурака Ну ладно Давай Не буду тебя молить А у вас кто дурак Я Ну вот у нас традиционно На ремонт Перед завтрашним Аклиматизационным выходом Виктор проверил снаряжение И рассказал новичкам Как затягивать кошки Хороший гид Он не только тренер Учитель Психолог Зачастую он хороший рассказчик Я думаю Виктор был у нас отличным гидом А рассказы его длинными вечерами Заменяли и книги И телевидение И даже ютуб Все что я люблю Все рисую То есть я могу рисовать портреты Обнаженных Женщин Или мужчин Ну Или там еще что-то Пейзаж и так далее Не важно Все что тебе нравится Вот И Ты хочешь через какое-то это самое Поделиться этим Ну как Ну Увидел закат Тебе от этого Ну клево И тебе хочется Блин Это размножить Дальше Счастье только тогда Лишь счастье Когда его с кем разделить И вот мне Мне вот это нравится То есть я вот эту миссию Стараюсь В себе культивировать И как-то вот этим заниматься Потому что За деньги Ну Если просто как за деньги То за деньги Мне ничего не интересно делать Когда у меня народ спрашивает Чем ты там занимаешься Много чем занимаюсь Живопись, музыка, горы И так далее Это десяток Ну Так а зарабатываешь-то чем? Я говорю Я в принципе Ничего не делаю за деньги Но Периодически Иногда беру деньги За то что я делаю Но разница в том Что я это Изначально делаю И Не потому что Мне за это заплатят Потому что мне просто Вот это по кайфу делать Вот И делаю ровно До тех пор Пока мне это по кайфу Если стало не по кайфу Я это не делаю Вот И Мне кажется Это честнее И по отношению к делу И по отношению К людям Особенно если ты работаешь С людьми Потому что было бы странно Что за деньги Ты готов ввести группу Ну Деньги логичные Ну Как-то логичные Просто Ты и ты со мной по-человечески Мы с тобой по-человечески Ну такая фигня Да Вот Вот Но Изначально мне хочется С людьми Вот как-то Мне интересно С людьми Вот это вот все Пройти Скажем Да То есть Поэтому Когда там народ Спрашивает тоже А ты на Эверест Не собираешься Или еще куда-то Еще чего-то Там горы же разные А не понимаешь С одной стороны Горы вроде как бы И разные А вроде как Одинаковые Все горы Если разобраться Ты разный Субтитры сделал DimaTorzok